Подготовка к безопасному проведению Дня Знаний началась задолго до 1 сентября. Так, рязанские полицейские во время летнего отдыха регулярно беседовали с подростками и напоминали ребятам простые правила, как не попасть в беду. По результатам оздоровительной кампании, преступлений со стороны несушлетних не допущено. Каких-то тяжких последствий в отношении подростков также не допущено. Единственный момент, скажем так, негативный, который имеет место, это продолжает иметь факты самовольного ухода подростков из летних оздоровительных учреждений. Но в этом году, можно сказать, это были единицы, там порядка 8 человек. При этом всех самовольно ушедших из детских лагерей подростков оперативно удавалось вернуть на территорию учреждения. А сейчас основной акцент полицейские делают на проведении праздника Дня Знаний. Правоохранители накануне 1 сентября проверили вместе с кинологами. Все школы города и области. Нами будут осуществлены проверки общего образования учреждений на предметах антитеррористической защищенности с использованием служебных собак. Будет осуществлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции в данных образовательных учреждениях. Завтра, в преддверии начала торжественных линеек, также сотрудники полиции будут осуществлять дежурство на территории образовательных учреждений до окончания всех торжественных мероприятий. К сожалению, после окончания летних каникул дети и подростки нередко становятся пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях. Потому вблизи школ и детсадов во время праздника появятся усиленные патрули инспекторов ГИБДД. Возле каждой школы, возле каждого пешеходного перехода нерегулируемого будут выставлены дополнительные наряды ДПС. С этими нарядами проведены дополнительные инструктажи. Инспекторы обещают уже в ближайшие дни провести уроки дорожной безопасности как для первоклассников, так и для ребят постарше. Однако советуют родителям заранее показать своему ребенку наиболее безопасный путь до школы через регулируемые пешеходные переходы. Между тем, не все родители ответственно отнеслись к началу учебного года. По-прежнему встречаются взрослые люди, для которых, похоже, 1 сентября не является важным праздником. Накануне участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних наведались по некоторым квартирам и посмотрели, как в таких семьях идет подготовка детей к началу учебного года. На территории Железнодорожного района проживает 27 неблагополучных семей. Поставлены на учет по различным основаниям, но все в связи с тем, что ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию, содержанию, развитию своих детей. Несмотря на предпринимаемые меры, не стоит забывать, что безопасность находится в наших собственных руках.